Всем привет! Я продолжаю серию видео о семенах, то что я буду выращивать на следующий год. На сезон 2022 я сегодня хочу показать перцы, огурцы, кабачки, ну и так по мелочи. В этом году мне не удалось снять обзор сладких перцев, которые я выращивала, поэтому сейчас вкратце расскажу о гибридах и о сортах этого года. Первый это гибрид кубович, высокорослое растение, обязательно его нужно подвязывать. Плоды красные, кубовидные, глянцевые, толстостенные. Плоды были около 200 грамм. При выращивании мне не понравилось то, что он очень туго всхожий, очень туго. Около месяца он у меня всходил, и в теплице стеклянной он у меня показал как позднеспелый. Следующий это уже сорт перец сладкий златень. Это среднеспелый сорт, не высокорослое растение, такое раскидистое. Сами плоды овально-конусовидной формы такой и желто-оранжевого цвета. Вкусный перец, я его применяла для приготовления лечо, и он также хорошо для фаршировки. Хороший перец, мне понравился. Перец мастодон, не получился у меня, я не знаю по какой причине. Растение, высокорослое очень растение, тоже требует подвязки. Плоды немножко тоже кубовидной такой формы, красного цвета. Здесь он даже не красного, а черно-как-то вишневого цвета. На самом деле таких плодов не было. Они просто были ярко-красного цвета, мелкие. В общем, мне этот перец абсолютно не понравился. Схожесть была у него 50 на 50. Вот, это отманул. Не знаю, мне не понравился этот перец. Пересладкий джемини. Это тоже, это все новинки были. Значит, это гибрид, он у меня не получился. Во-первых, из пяти семян, которые здесь лежали, взошло лишь три. Хотя семена, по-моему, Голландия. И перец был не, сейчас скажу, он был неурожайный. То есть на кусту у меня было, наверное, ну, две или три перчины. Они были, да, вот такие крупные, но очень неурожайные. Попробую в этом году, сейчас буду показать вам новинки. Вот, даю второй шан джемини. Хотя его хвалят, я его покупала по рекомендации. Это вот новинки, которые я выращивала в этом году. Ну, в принципе, перец был не на пять с плюсом, но так, на три с плюсом из новинок. Ну, все свои старенькие сорта я сейчас вам покажу, что буду повторять. Итак, перец, начну я с перцев, с новинок. Конечно, фотографии будут взяты из интернета, но мои сорта уже будут, характеристика моя и фоточки мои. Это перец Этюд. Значит, семена у меня профессиональные. Средний спелый сорт, средней высоты, масса плоды примерно до 100 грамм, кубовидные и оранжевого цвета. Это гибрид, конечно. Так, перец сладкий джемини. Здесь вот пять штучек, тоже профессиональный, средний такой спелый сорт. Как пишут, да, очень крупные плоды по 200 грамм, желтого цвета. Вот, даю второй шанс джемини. Так, следующий, ProCraft. Это средний ранний гибрид. Тоже у него мощные довольно-таки растения. Очень средствоустойчивый, так пишут в интернете. Кубовидные плоды красного цвета, тоже крупные, по 200 грамм. Буду пробовать здесь всего лишь по пять штук. Профессиональные семена. Ну, это мой любимый перец, перец леся. Я его не выращивала, наверное, но семена, конечно, вы видите, уже мои не выращивала. Я его, наверное, года два тут я о нем вспомнила. Думаю, почему же я его не выращиваю? Очень здоровский перец, среднерослый, он среднеспелый. Я все перцы выращиваю в стеклянной теплице. Плоды насыщенного, очень красивого красного цвета. Даже немножко они, наверное, вишневого цвета, каплевидной формы. Толстостенные, очень толстая стеночка, наверное, в один сантиметр. Это точно. Плотный, очень сочный, ароматный, неребристый. То есть, ребер у него при разрезании внутри нет. Замечательный и в консервировании, и в фаршировке. Перец просто великолепный. Вот решила я в этом году, на следующий сезон, посеять. Это тоже перец айварский, я его выращиваю, не знаю, 3 или уже 4 года. Довольно-таки рослое растение, обязательно его нужно подвязывать в теплице. Среднеспелый сорт, удлиненные конусовидные красные плоды. Сладкий, сочный, ароматный. Стеночка у них, конечно, не толстая, там около 6-7 мм максимум. Это, я считаю, что лучший сорт для гриля, для запекания на открытом огне или в духовке, где вы хотите. Для дальнейшей потом заморозки использования и для пиццы, и для шаурмы, и так далее. Перец просто замечательный. И внешне он очень красивый, и на вкус замечательный. И в свежем виде, конечно, его употребление. Рамира, тоже этот сорт очень давно я выращиваю, это высокорослое, обязательно его нужно, значит, подвязывать. Среднепоздний он, перец этот, поэтому высевайте его пораньше. Плоды длинные, заостренные, с такой тонкой у него кожуркой, сладкие, нежные, красного цвета. Стеночка у него очень тонкая, тоже примерно 5-6-7 мм. Но вот именно за вот его тонкую стеночку, его очень ценят в кулинарии. Он очень и очень урожайный, поэтому лучше его выращивать в теплице. Во-первых, он среднепоздний, можно сказать, даже поздний, да? И чтобы по максимуму плоды все вызрели, так как он очень урожайный, нужно его высаживать, во-первых, высевать пораньше, а во-вторых, высаживать обязательно в теплицу. Тогда урожаем просто завалит. Все-таки в открытом грунте его надо или прищипывать, или он просто не дозреет, и зелеными вы будете снимать. Зеленые плоды вообще невкусные. Рамира должен созреть на кустах. Для свежего употребления замечательный, я его также запекаю на гриле. И потом его замораживаю. Или сразу можно использовать салаты. Следующие огурцы. В прошлом году я покупала семена все профессиональные, урожай был просто отличный. В этом году тоже у меня профсемена. Итак, это огурец Бьерн, ранний гибрид, букетного тоже типа. Стабильно вяжет, очень стрессоустойчивый. Можно выращивать его и в первом, и во втором обороте. Я два оборота выращиваю в теплице. Он универсального назначения, тоже все его хвалят. Также огурец, это гибрид, это трилоджи, считается среднеспелым сортом. Плоды мелко такие бугорчатые, у него без пустот, очень урожайный. Тоже у него универсальное назначение, хвалит его. Витич, это раннеспелый гибрид, высокопродуктивный, с короткими боковыми побегами. Можно выращивать тоже его в два оборота. И назначение у него универсальное. Также купила огурец Нихао. Ну, это, знаете, из серии китайских, конечно, раннеспелый гибрид. Плоды очень длинные, тонкая у них кожурка. Сладкие, сочные, с маленькими семенами. Даже если они вырастают очень длинные, они могут вырастать до 50 см длиной. Они также остаются очень нежными, и семян практически не ощущается. Я его не использую для консервирования, пробовала, мне не понравилось. Все-таки мы любим, когда огурчики целые, при мариновании или солении. Поэтому мы употребляем его в свежем виде, не даем перерастать в длинные совсем, там громадные такие. А вот используем свежий для салатов. Очень вкусно, поэтому сажаю всего лишь там 2-3 куста, нам достаточно. Ну и следующие семена, это, вот как раз в прошлом году я выращивала огурец изумрудный поток. Это тоже серия китайских. Они, мне кажется, названия все разные, а вот когда выращиваешь, они все одинаковые. По вкусу, по крайней мере, я уже и аллигатор выращивала, и еще какие-то китайские, они все однотипные. Значит, баклажан у меня Валентина остался с прошлого года. Это F1. Баклажаны я выращиваю, вот Валентина уже 2 года, и выращиваю в мягких контейнерах на улице. По 2 штуки, контейнер по 35 литров. Высаживаю, все замечательно. 3-4 куста мне достаточного для, вот, чтобы летом запекать на костре для гриля, и немного заморозить для зимнего салата на гриле. Вкусный гибрид, очень хороший у него схожий. Смотрите, здесь вот 15 штук, мне вот на 2 года их хватает. Очень красивый, очень вкусный. Мне этот нравится гибрид, называется Валентина. Кабачок Каспий F1. В прошлом году его выращивала, мне понравился. Он, как и кавили, так же кустовой, особо не перерастает. Очень вкусный, нежный. Мне люблю такое. Кандела тоже. Это уже цукини. Я цукини тоже люблю, выращиваю. Это уже очень нежный, не перерастает быстро. Такие удлиненные плоды, нравится. Вообще кабачки и цукини лучше выращивать гибридом. Предпочтение давать. Так, люфа цилиндрическая. Ну, я вот в прошлом году ее выращивала. Два куста высаживала в теплицу. Ничего у меня опять не получилось. Больше я ее в теплице, люфу выращивать не буду. Моя мечта вырастить и сделать из нее натуральную мочалку. В теплице не получилось в очередной раз. Она плохо цветет. Даже и оплялая, все равно ничего не получается. Но два куста я высадила в цветник. Сейчас я вам покажу фотографию. Это фотография сделана в конце лета, в сентябре. Это, наверное, осенью уже, когда у нас был первый мороз. И дальше опять было тепло. Вот если бы не было этого первого мороза, она хотя бы была бы больше ладошки. Это точно. Но не успела она у меня вызреть. Ее побил мороз. Она очень чувствительна к пониженным температурам. Но для меня уже достижение, что она выросла вот именно вот такого размера. У меня не получалось до этого. Поэтому я, наверное, оставлю затею с люфой. Я не буду ее больше выращивать. Хотя семена здесь еще есть. Посмотрим, может быть, и захочу. Я захотела восстановить выращивание лагинарии своей любимой. Это семена уже давнешние. У меня есть и семена свои, которые я собирала. Лагинария у меня получалась. Выращиваю ее в открытом грунте. Веду на шпалере. Подвязываю как огурцы в теплице. Я ее не, по крайней мере, крайний раз, я ее не опыляла. Она у меня сама завязалась. Плоды вызревают. Все получается. По крайней мере, вот с лагинарией получается действительно. Но она более устойчивая к похолоданиям, чем люфа. Вот лагинария. Я люблю вот такую форму. Хозяюшка в виде бутылки. И можно из нее сделать всякие изделия. Замечательное растение и замечательные плоды. И затем будут очень красивые поделки с нее. Я уже показывала. Если найду фотографии, я вам поставлю, какие я делала кувшинчики. Все пораздарила. Вот, в принципе, все семена. У меня еще осталось видео заснять, показать вам, что я буду выращивать. Какие цветы, цветочная культура. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Я желаю вам всего самого хорошего. Всем пока.